Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука! Сегодня я вам расскажу в этом коротеньком видео все-таки о проверке биопрепаратов на качество. Многие скептически к этому относятся. Можно ли это сделать вне серьезной лаборатории в домашних условиях? Да, конечно, можно! Ну вот у меня собрана достаточно представительная коллекция всевозможных биопрепаратов для защиты растений. И, конечно же, я их, безусловно, проверяю постоянно на качество. Ну вот самая простая вещь. Слушайте, неважно, это колба или это пол-литровая или литровая банка. Абсолютно не имеет никакого значения. Это сенная палочка отсюда проверяется. Вот этот самый белый налет. Налет вот этих самых бактерий сенной палочки, бацилюсубтилис, о которых мы все время говорим. Вот аллерин, да? Ну у меня кроме вот этого набора. Еще, конечно же, есть не в бутылочках, еще тут есть просто огромная коллекция всего на свете. Да, там и аллерин, и гомаир, и атлант. Ну все-все-все на свете. Все, что только можно купить в белорусских магазинах. Ну вот и смотрим, да? Вот ничего не арируется, ничего не накачивается, ничего там не болтается. Обыкновенная вода, обыкновенное удобрение жидкое для растений. И столовая ложка сахара на литр воды. Здесь 150 миллилитров в каждой колбе. И вот таблеточка аллерина сюда упала. И вот смотрите, смотрите, какой бешеный налет вот этих вот самых бактерий. Вот профибакт фито такой препарат. Ничего, вообще тишина. Вот фитофлорес, он такой коричневый, потому что он на гранулах гуматов. Вот смотрите, отличное там появилось. Вот споробактерин. Давайте для объективности. Ну ничего там нету, да? Абсолютно. Вот, пожалуйста, гомоир. Вот, пожалуйста, атлант. Тишина. Вот, пожалуйста, бактоген. Да? Вон, смотрите, какой вот налетик. Видите? Вот он болтается. Вот, 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 вот он. Да? Это бактериальный налет. И фитоп 8.1 такой вот препарат, который отлично, отлично, отлично дает вот такие вот хорошие действительно результаты. Ну, вот толстая пленка будет, тонкая пленка будет. Это зависит от штамма бактерий. Вот какой характер у самого штамма. Но поверьте, вот здесь теперь таких таблеток, которых я бросил, не сто, а может даже тысяча, да? По сравнению вот то количество бактерий, которые я сюда внес в одной таблетке, и то, которое у меня здесь без всякой аэрации, без всего-всего-всего, вот так вот отлично наросло. То есть у меня вот уже здесь, слушайте, здесь высочайшая, крепчайшая жидкая форма вот этого препарата получилась, которую можно разбавлять в тысячу раз, опрыскивать растения, и будет эффект превосходный, отличнейший. Но это кроме того, что у меня здесь получается проверка этих препаратов в жидкой фазе. Давайте в твердой посмотрим. Ну вот, друг садовода-огородника, такой субстрат для подмешивания в почву, для разных-разных целей на основе триходермы. Вот, вот как обрастают. Вот это кнопочки здесь лежат, и вот прекрасно обрастает триходерма. Ничего здесь лишнего нету. Вот препарат, у него еще, так сказать, рабочее название, только его в продаже нету, но уже партии проверяются, нарабатываются на основе метаризиума. Вот, смотрите, сутки не прошли, сутки не прошли, смотрите, уже крупочки обросли грибочками, чистенько, все замечательно, все очень хорошо, обрастание идет. Это означает, что препараты действительно качественные. С другой стороны, у нас бывают немало случаев, когда берешь препараты, там пеницилл, аспергилл, там всякая ерунда, но только не то, что там заявлено. Вот триходерму вы сможете проверить вообще легко, без всяких чашек Петри, без всякого агар-агара, вы можете это все сделать элементарно, просто на обыкновенной салфетке бумаги. Обязательно смотрите, я показывал, как это можно делать, и обязательно в преддверии следующего сезона пользуйтесь этими методами. Для тех, кто смотрит это видео, маленькое, так сказать, веселое, приятное сообщение, оно будет в более таком широком виде сделано. Ну, могу сказать, что вот от этого метаризиума, который мы выделили, очень специфического, замечательно дохнут слизни. Но об этом, конечно, мы поговорим гораздо-гораздо шире. Что ж, дорогие зрители, все работает, если работать, если производство работает хорошо, если наука работает хорошо, если технологи на предприятии работают хорошо, если лаборатория на предприятии контролирующие работает хорошо, если закваски хорошие, качественные, то все работает хорошо. На самом деле замечательные могут быть препараты, главное, без обмана и с возможностью, чтобы предприятия понимали, знали, что их может проконтролировать, ну, буквально любой пользователь, покупатель их препаратов, это важно. Такое краткое сообщение, до встречи.